Музыка Передача «Всё об Израиле» с нашей очередной рубрикой «Музыкальный Израиль». У нас в гостях Сэм Калмыков, который сегодня ответит на вопросы, каким было прославление во времена Танаха. Сэм, шалом! Шалом, Тамара! Привет! Сэм, если открыть Танах, то можно, наверное, на каждой странице увидеть слова прославления. Ну вот, как началось прославление в Танахе? Служение Богу, хвала и поклонение начинаются с жертвенника. Когда Аврааму Бог сказал, принеси своего сына в жертву, на жертвенника. И Авраам послушался Богу, и это вменилось ему праведность. Он поверил Богу, и он увидел, что Бог, он сильнее исправить. Даже если что-то пойдет не так, Бог держит все под контролем. Он знает, что он делает. То есть то, что, как вы говорили на прошлой передаче, да, прославление – это не только песни или словословие, но это вот позиция сердца. Прославление, поклонение Богу в Ветхом Завете – это обязательно превозношение Бога. И над любым препятствием, и над любой враждой, с которой сталкивался народ Божий. Иисус Новин, когда входил в землю обетованную, они столкнулись с Иерихонскими стенами. Но они, впереди них пошли прославители. И в итоге, как мы знаем, что они прошли, обошли вокруг города и вострубили трубами, и стены рухнули. В Божьем замысле есть разрушенные стены. Сегодня многие находятся перед стенами. Но когда мы хвалим Бога, когда мы возносим Его над любыми стенами и любыми препятствиями, в итоге мы разрушаем эти стены своей хвалой и своим поклонением Богу. То есть прославление, оно было очень разнообразным в Танахе. Когда они шли на войну в Иерихон, когда Сидрах, Мессах и Авдинага, перед тем, как их кинули в печь, они прославили Бога. Написано, что в скорби своей Давид начал прославлять Бога. У нас, например, отношение к прославлению, когда все хорошо, я начинаю славить Бога. А в Ветхом Завете немножко все-таки преподнесено иначе. Что такое прославление в Ветхом Завете? В Ветхом Завете всегда подразумевается, что Бог, Он выше всех обстоятельств. Давид выходит на поле битвы. Его первая битва с Голиафом. И он превозносит имя Бога. Он восхваляет Бога. И он видит тем самым, что Бог гораздо больше любого великана. И сегодня это очень приемлемо и очень актуально для нас с вами, для верующих в нашего Господа Спасителя, чтобы прославлять Бога и чтобы видеть Его превознесенным и над любыми великанами. Какие бы серьезные, большие препятствия или великаны не стояли на пути, Бог Танаха, который прославлял Давид, который прославляли все пророки, и все Писание говорит о нем, он превыше всех препятствий и всех обстоятельств. Есть отдельные книги в Танахе о прославлении. Это и Песня песней, и Псалтере. Вот как-то с Псалтерем понятно, но как Песня песней вошла в Танах? Что в этой книге особенного, что она вошла в Танах? Книга говорит о интимных, личных, близких взаимоотношениях с Богом. Вообще это можно смотреть с разных сторон на эту книгу, это очень уникальная книга, но если смотреть с точки зрения взаимоотношений с Богом, поклонения и хвалы, то это личные отношения с Богом, это близость с Богом. Это Бог, который всегда завоевывает сердце, душу человека, верующего человека, чтобы проводить с ним время, чтобы пребывать в этих взаимоотношениях, и чтобы любовь Божья наполняла сердце верующего, и чтобы верующий отвечал на Божью любовь взаимностью. Самуил, есть какая-то такая существенная разница между поклонением, которое было во времена Танаха и в Новозаветное время? Поклонение во время Танаха, это было, больше касалось отдельных людей, которые склонялись пред Богом и имели эти близкие, более близкие отношения с Богом. Но в Новом Завете Дух Святой был взлит на каждого верующего, и теперь Бог ищет поклонников в Духе и в истине. Как Иисус сказал самарянке у колодца, Он сказал, что настает время, и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться не на горе, не в Иерусалиме, а в храме. Это на основное значение, да, там нужно поклоняться, в храме нужно поклоняться. Нужно поклоняться в определенной форме, в определенном месте, и как Иисус приносит Новозаветное поклонение и Новозаветное священодействие, где каждый верующий наполняется Духом Святым. И у нас есть первосвящение, которым является Иисус Христос, для того, чтобы мы смело, с зерновением входили во Святое Святых, в тот самый храм, который в Духе, говоря, в тот самый храм, где находилось Святое Святых в народе Израилева, и там принес силе жертвы, хвалы и поклонения Богу, прямо от сердца. Иисус с учениками приходит, и ученики, и они сталкиваются с слепым. И ученики приходят к Иисусу и говорят, Иисус, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? То есть от рождения всю свою жизнь человек провел в темноте. И Иисус говорит, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы было явлено слава Божья. Иисус представляет уже ответ и искупление в той проблеме, которую рассматривают ученики, он уже видит ответ этой проблемы. И он говорит, что это повод для того, чтобы проявились дела Божии, величие Божие. И в итоге, к чему это приводит? Это к тому, что тот слепой человек прозревает, и он видит Иисуса, и он поклоняется Иисусу. Он поклоняется тому, кто возвращает ему зрение, кто возвращает ему видение, кто дает ему возможность увидеть, что Бог стоит над его нерешимой проблемой. То же самое было и с храмом человеком, который сидел у храма. Да и когда он исцелился, он начинал славиться и танцевать перед Богом. То есть получается, любая решенная проблема, любая проблема, которая приводит тебя ко встрече с Богом, потом рождает вот это вот ощущение прославления и поклонения Богу. Потому что Божья сила, она доступна, и Бог, он больше, чем заинтересован, он вовлечен во все события и в жизнь людей. Это не Бог, который вдалеке, где-то отделен за завесой, в храме или где-то в недосягаемости, но он Бог, который пришел и обитал среди нас, и обитает среди нас. Это Яхве Шама, Эммануэль, Ешуа, который родился и который пришел сюда, чтобы принести ответы, чтобы взять все грехи и все проклятия мира на себя и чтобы принести исцеление, освобождение, восстановление, взаимоотношения с Богом. Самуэл, в чем главная задача прославления? Вот что должно привнести прославление? Прославление, оно настраивает нас на Бога, оно помогает нам сосредоточить внимание на Боге, на Его присутствии, потому что Бог здесь, а мы можем просто упускать эту реальность, мы можем упускать эту истину, но у Бога цель не просто проявиться как-то или где-то абстрактно присутствовать, Он хочет конкретно завладеть вниманием Его детей, внимание людей, внимание сердца человека – это цель Бога. Чем тогда прославление от молитвы отличается? Я бы сказал, поклонение и молитва, они очень схожи, и это уже идет от реакции на то, что Бог делает, производит в твоем сердце. То есть присутствие Бога, когда Господь приходит, когда Дух Святой приходит, сердце человека смягчается. Вот я думаю, это одно из важнейших качеств, которые может произвести в сердце человека только Дух Святой. Это мягкое сердце, это умиление. Сегодня в Израиле находится очень много мессианских общин. А как с музыкой? Рождаются ли здесь новые песни? В Израиле постоянно рождаются новые песни, и переводятся песни с других языков, есть такие ходовые песни, которые работают сегодня. То есть это реально те инструменты, которые актуальны сегодня. Дух Святой просто дает дары. Это иногда ломает просто барьеры и какие-то преграды культурные, языковые. Мы хотим, чтобы это было применено, чтобы лучшее, что есть в Царстве Божьем, было сегодня доступно и было сегодня применено в поклонении, в служении Богу здесь, в Израиле. Самуил, спасибо вам большое за ваше искреннее служение Богу, за то, что вы поделились с нами вашим видением, что такое прославление. Смотрите нас на канале ТБН России. Оставайтесь с нами. До свидания.